Всем привет, я Ксюша, здравствуйте, давайте я вам расскажу о том, что вот там... По-моему, пора уже высказать это все вот прямо на всех. Ну, как бы, речки же в тренде. Это унитаз, из него мы пьем, а этот унитаз, в него мы писем и какаем. О боже, ужас какой, все пропало, мир зло и все ужасно. Всем привет, это просто ремонт, я Ксюша, и в эфире рубрика «Ксюшу это бесит», потому что есть дофига вещей, которые я, возможно, несмотря на то, что мне часто это тоже прилетает, это тоже расскажу, что я там хамлю, что я огрызаюсь и так далее, но порой, видимо, я огрызаюсь недостаточно. В общем, короче, сейчас выскажу все, что я... Нет, не все, ну, в общем, много, а то, чего я думаю о всяком разном. Начну с *** в интерьере. Это вообще фееричная история, которая регулярно мне прилетает, я регулярно за кадром, в директе, там, в личных сообщениях это все объясняю, но, по-моему, пора уже высказать это все вот прямо на всех, там, с запикиванием, без запикивания, неважно. Если есть какая-нибудь штуковина, да, которая вот, ну, просто существует, например, кулер. Кулер это прямо вот какая-то... Почему он всех так ужасает? Откуда у нас столько кулерофобов? Есть кулер, некий предмет, который... Из которого течет вода. Ну, ничего такого сверхужасного нет. Когда его нужно вписать в интерьер? Как его вписывать? Нужно вписывать так, как мы вписываем что-либо другое. Если мы хотим, чтобы он не выделялся, мы стараемся его слить с интерьером, сделать максимально простым, никаким, не выделяющимся, там, по цвету, по контрасту и так далее. Все казалось бы логично. Но у нас какая? У нас есть огромное количество кулерофобов, которые начинают его прикрывать. И дальше идет вот эти вот извращения, чем бы его прикрыть. Но, понимаете, ни одного из вариантов я не видела хороших, красивых, каких-то там фееричных. Я не беру вот этих вариантов, когда их одевают в какие-то чехольчики, изображающие, я не знаю, там, аквариумы, банки с пивом и что-то еще. Но даже когда пытаются сделать что-то красивое, получается-то как бы фигня. Мне тут в какое-то время назад прислали 100 500 миллиардов ссылок там на один рилс, где кулер задекорировали речками. И типа, смотрите, какое решение. Ну, как бы речки же в тренде, в тренде. Кулер хочется спрятать, да, хочется спрятать. Давайте сделаем кулер в речках. Гениально, офигенно. Например, такая же история какое-то время назад, я дизайнером давно работаю, была с декупажем. Был в моде декупаж, причем декупаж, в принципе, это штука хорошая, да, в определенной стилистике. И сделанные со вкусом вещи будут смотреться действительно хорошо. Кто из вас помнит вот этот период, когда типа штука некрасивая, сейчас мы от декупажем и будет вот так вот. Мне кажется, сейчас уже у большинства от слова декупаж, такая, так, практически стал синонимом антидизайна. Такая же история с речками. И получилось, значит, мы кулер, сделали из кулера какую-то тумбочку, зафигачили туда кулер, обклеили речками и куда-то там поставили. Что получилось? Получилось ***, браво. Когда пытались сделать какой-то дизайн из чего-то, но это нифига не дизайн. Как проверить, ***, амбра это или не ***, амбра? Вы мысленно избавьте вот эту вещь, получившуюся, от функционала. То есть представим, что это не какая-то штука, из которой течет вода, а просто вот такой вот предмет. Вы бы его поставили вот просто так, для красоты у себя, да, он вам сам по себе нравится. Если ответ нет, мне кажется, вывод очевиден. Какая-то странная фигня, которая куда-то задвинута, но нет ни воздуха, ничего вокруг. Что это? Почему это? Откуда это взялось? Непонятно. Ну да, это не кулер. Типа все, что не кулер, все прикольно. Ну давайте еще, блин, кулер замаскируем под унитаз. Причем мне кажется, что унитаз, в принципе, есть много красивых унитазов. А что? Это унитаз из него мы пьем, а этот унитаз в него мы писем и какаем. Вполне себе неплохая идея. А что нет-то? Не кулер же главное. Почему, собственно говоря, меня это бесит? Потому что я стараюсь рассказывать каких-то об общих принципах гармонии, да. Как что-то сделать, как что-то показать. Но я просто порой тону в комментариях или где-то еще под потоком вот этих вот х**ямбр. То есть ты начинаешь рассказывать, да, там про функции, там про эстетику, про гармонию. А у нас, если, а давайте все отдокупажем. Ну это вот если брать лет пять назад, сейчас. А давайте все обфигачим речками. А давайте все еще что-нибудь как-то сделаем. Ну понимаете, у любых предметов есть их изначальная функция. У нас есть розетки, да, вот это просто розетка. Если мы хотим, чтобы она выделялась, чтобы она стала акцентом, мы что делаем? Делаем контрасты, мы там делаем, можем какую-то сделать цветную, поддержать чем-то. Да, если мы хотим, чтобы она не выделялась, мы делаем ее с минимальным контрастом в цвет стен. Где у нас белая стена, делаем белую. Где у нас синяя стена, она синяя. Все прекрасно, да. Если кому-то не нравится розетка, то зачем ее обклеивать речками? И так совсем. Ну просто есть предметы, которые людей наконец-то перестали бесить, типа розеток. Ну, например, такие вещи, как домофон, кондиционер, кулер, ну, можно еще там перечислить, что в них такого ужасного, объясните мне, пожалуйста. С кондиционерами такая же история, давайте мы сделаем его декоративной штукатуркой. Ну, капец же просто, это просто кондиционер, это просто кулер, из него течет вода. Опять же, должно быть сразу по предмету понятно, вот вы пришли, увидели, да, вот эту штуковину, мы, можно его спрятать там в какой-то шкаф, можно купить хорошего дизайна, да, и прочее, прочее. Давайте, блин, телевизор в интерьере тоже, это большой черный прямоугольник, давайте его тоже от докупажем, речками обклеим и прочее. Ну, ладно, перейдем к следующему, сказала про розетки, про белые розетки на белом фоне, это просто недавно меня тут бесило, буквально вчера ночью, поэтому я на волне происходящего скажу. Короче, предыстория. Я, в общем, значит, сделаю объект, с самого начала его показывала, где-то он там фигурирует по другим моим там соцсетям, рано или поздно, надеюсь, что будет рано, а не поздно, мы сделаем обязательно обзор, когда он будет финальный готов. В общем, показываю всю историю создания, что вот я выбрала такой цвет стен, вот мы там подобрали то-сё. Мои подписчики, вполне логично, спрашивают меня, Ксения, а можно пароли явки? Видимо, они мне доверяют, что типа, Ксюш, добрала цвет стен, розеток туда-сюда, им нравится, они спрашивают, а какой цвет, а какой артикул, туда-сюда. Я делаю в Телеграме, кстати, подпишитесь на наш Телеграм-канал, это всё там, не бомбёж, там подборки, а в комментариях, да, там всякое может быть, если я не удалю. И я, значит, делаю подборки и говорю, что вот, смотрите, вот так вот я придумала. Кто-то говорит, замечательно, здорово, но находится человек, который говорит, Ксения, вы придумали всё не так, всё неправильно, это розетка, это ужасный бежевый. Просто кошмар и тихий ужас. Я начинаю аргументировать, мне говорят, нет, и к этому, причём начинается ещё сравнивание, я показываю это всё, у нас есть там определённый интерьер, да, у нас есть внутренний корпус кухни и шкафа, который я выбрала в определённом отделе оттенки ЛДСП. На нём розеток нет, они нигде впрямиком не сочетаются. Я, значит, показываю, меня, значит, обвиняют, у вас фиговая фотография, всё не так, всё не этак, подписчики обманутся, они купят, окажется, что они не подойдут. Я начинаю объяснять, что, во-первых, мы никогда не выбираем цвет из контекста, то есть мы не вырываем цвет из контекста, потому что один и тот же предмет, он в разной обстановке может выглядеть по-разному. Это абсолютно нормально. Я прикладываю скрин из поста Color School, можно пропиарить ещё их, но что, смотрите, вот у нас есть гранат, который на разных, на разном фоне выглядит абсолютно по-разному. Это нормально, это законы колористики, тра-та-та. И как бы не я вам это говорю, умные люди, если вы считаете меня не умные, вон умные люди другие тоже так говорят, что всё так цвет работает. Я даю готовое решение, которое я уже подобрала на объект. И, соответственно, подписчики какие-то им нравятся, как я подбираю, не соглашаются. Но, возможно, есть те подписчики, которым вообще не нравится, как я что-либо делаю, замечательно. Тогда они эту подборку могут использовать, как «так делать не надо». То есть Ксюша показала, что подходит, а они такие «нет, Ксюша всегда всё хреново подбирает». Ну что, тоже полезно. Значит, ни в коем случае не берите эту розетку к этим обоям, значит, это ужасно. Логично? Логично. Нет, начинаются вот эти аргументы. Присылают в ночи, в три часа ночи или во сколько-то фотографию, где всё примерно одинакового цвета и ужасно бежевый. А я-то вживую это всё видела и знаю, что тут разных оттенков. Я, значит, задаю вполне логичный вопрос. При каком серай? Серай – это вот такая аббревиатура, которая обозначает индекс цветопередач. То есть серай – это характеристика лампочки, которая светит. И, соответственно, он обозначает, что как бы вот у вас светит лампочка, и у вас тут что-то, да? Если серай у лампочки фиговый, то вот это что-то будет примерно одинакового цвета, да? Вы не увидите вот этих нюансов цвета. Некорректно будет передан цвет. Если серай выше, это всё более корректно. Идеальный сериал у нас у Дневного Света. Почему? Мы всегда стараемся всё по отборке вынести на улицу. При том, что, значит, мне присылают, значит, в ночи вот это непонятное нечто и утверждает, что якобы... Причём человек сидел онлайн и всё очень аргументированно говорил, а тут, значит, такой завис. Пошла, видимо, гуглить. Я просто в этом уверена. Она, возможно, сейчас меня и тут найдёт и начнёт... Она потом ещё писала с двух аккаунтов. А пофигу, короче. Всё равно тут мне уже наверняка всех всё бесит. Так же, как и меня, в общем-то. Вот в этом прямо самом офисе, где мы снимаем, у нас тут по нему тоже в своё время прошлись. Что вы его так долго делаете? Почему вы никак офис даже, собственно, не можете доделать? Не можете, что тут делать? Вы же дизайнеры. Что у вас всё долго, нудно? И когда же вы, наконец-то, будете всё доделаны? Это тоже история была двухлетней давности. Так вот, почему мы его долго делали? Потому что мы упорно ждали светильники, которые у нас тут, чтобы, когда мы зимой сделаем подборки, всё это фотографируем, они с индексом светопередачи больше 95, по-моему, да? Ну, короче, я помню, я вижу вот эти переписки, что, типа, этот нам не подходит, эта лента нам не подходит, дайте нам вот это. Потом мы какую-то ленту нашли, которая нам более-менее так и быть подходит, поэтому давайте её тут. И вот так вот, буквально недавно я тут подбирала, мне нужно было подобрать цвет краски к цвету кусочка железки у стула. И я такая, короче, с этим стулом прусь на улицу. И, между делом, говорю, что, типа, сейчас я тут на улицу свет подберу, а то говорю, ну, типа, у нас-то свет не очень правильный, так меняешь, ребята, операторы такие, в смысле неправильные? Мы полгода с ним долбались, он самый правильный, правильнее некуда. Но, да, не поспоришь, на улице всё равно правильнее. То есть вот даже на этих нюансах, когда мы делаем подборки, мы стараемся, ну, максимально всё это смотреть. И делая подборки для, вот, контента, и делая, естественно, подборки для объекта. Когда я делаю что-то для объекта, у меня вообще на подоконнике, при естественном дневном свете, там, утром, днём, вечером, там, при естественном дневном, утром, днём, вечером. Короче, все поняли, короче, у меня на подоконнике какие-то вот эти образцы, они могут месяцами лежать, я к ним лежать, я к ним периодически подхожу, а так, а сяк, там, потом, там, друзей, подружек, там, дизайнеров спрошу, там, вечером посмотрю при таком свете и хожу с ними, живу. А тут меня, типа, сфотографировали ночью, нет, вы всё врёте. Ну, естественно, блин, как мне это бесит? Понятное дело, что я тут же ответила, прислала, на следующий день сфотографировала кучу вариантов при дневном свете, вот смотрите с этим, с тем, тра-та-та, с кучей аргументов, что, блин, да не ужасно это бежевый. Если он вам лично не подошёл, если у вас хреновое освещение, то, блин, чё вы до меня-то докопались? Объясните мне, пожалуйста. Давайте ещё вот просто, блин, я точно сделаю такую рассылку или пост, давайте ещё сделаем идеальный совет, вот, всё, я придумала. Ролик сделаем отдельный, называется. Как сделать идеальное сочетание цветов в интерьере? Очень простой способ. Вы делаете хреновое освещение с низким индексом цветопередачи, и тогда у вас всё будет примерно одинаково, хрен поймёшь какое. Всё. Главное, шторы за шторти, вот как раз. И для тех, кто любит шторы ещё поплотнее, тюль, жалюзи, вот это всё. Всё это ещё за шторти, чтобы у вас, естественно, света не было. И тогда, да, вообще, чё не ваткнёшь, а вообще лучше и в темноте это всё рассматривать. Рассказ есть такой у Чехова про электричество. Блин, название не могу вспомнить. Смысл в том, что, значит, когда провели электричество, все жильцы дома возмущались, что, типа, чё за фигня? Какая-то это ваше электричество? Может, не у Чехова было? Короче, неважно. Что за фигня? Это ваше электричество? Сразу что всё стало видно. Всю грязь, всю гадость и прочее-прочее. Нафиг эту электрификацию. Верните всё взад-назад. Вот тут та же самая история. Ну, не надо лезть. Если вы... Вот зачем вот хочется показать, что вы умнее меня? Бешу я вас. Ну, просто не читайте меня. Блин, начните... Вот давайте так. Уважаемые хейтеры, если вы реально считаете, что вы умнее меня, не надо мне написывать. Заведите свой блог и аргументированно расскажите о всех тех вещах, которые вы доказываете. Что свет, блин, можно выбирать и ночью в жопе, не знаю, мира. И всё будет нормально, и всё будет прекрасно сочетаться. А вот этот бежевый, это самый ужасный бежевый. Никогда, ни при каких интерьерах его не применяйте. Возьмите, сделайте свой блог. Аргументированно в этом рассказывайте. Всё, ко мне не лезьте, пожалуйста. А мои советы используйте, как так делать не надо. Всё, занавес. Пункт следующий. Мне кажется, мы до всех сегодня даже не доберёмся, если что и продолжу. Это про перфекционизм. Про всякие стыковочки. И вот это вот типа... О боже! Ужас какой! Всё пропало. Мир зло, и всё ужасно. Понятно, я как блогер стараюсь рассказывать какие-то идеальные вещи, либо находить какие-то там супер упоротые штуковины. Смотрите, мы там... Можно сделать вот такое вот сочетание, можно сделать, там, я не знаю, пристыковать вот так вот плинтус и порожек стыковки к внешнему углу, что всё идеально совпало и всё такое прочее. Понятно, я стараюсь показать идеальный мир. Но реальный мир и идеальный мир — это несколько разные вещи. Понятно, мы всегда стремимся к идеальности, но... Ну, как бы, стараемся делать максимально нормально. А если у нас что-то не получается, то, как бы, ноги, мы просто выдыхаем. Я много раз про это говорю. Но, знаете, иногда получается какая-то там разбивка приоритетов. Когда люди изначально сделали интерьер хреновый, а интерьер — это прежде всего объёмы. То есть то, с чем мы работаем изначально. Изначально там все объёмы, какие-то сочетания цветов, всего на свете всё, ну, вообще не очень, не тянет это на интерьер. А потом начинают упарываться на стыковочках. И они видят, что у них фигово всё. Но им кажется, что если они вот эти фиговые материалы идеально состыкуют так, чтобы прямо вот... То это значит исправить ситуацию. Жизнь больно нифига не исправит. Я вам скажу, если у вас хорошо сделаны объёмы, хорошо подобраны материалы, даже где-то у вас какая-то неидеальная стыковка, где-то что-то не бьётся, где-то что-то не совпало, да боже, я сейчас скажу крамольную мысль, даже если у вас какой-нибудь дурацкий рез плитки откуда-то вылезет, то, по большому счёту, это не испортит впечатление. Не испортит настолько, как если у вас, я не знаю, фиговые объёмы, всё ужасно, вот, с этим вы не сделаете ничего. И не надо вот это вот, типа, закатывание глаз к небу, что, типа, ужас ужасный, у нас там, я не знаю, не состыковался наличник с плинтусом идеально. Ещё одна бесячая меня вещь, это когда пытаются... Не то, что бесячая, почему меня бесит? Потому что, наверное, по сто раз это всё говорю, а мне всё равно пишут, что пишут. Ну, короче, смысл в том, когда пытаются исправить результат кривых рук чем-то высокотехнологичным, при этом этими же руками. Например, мне строители фигово что-то там покрасили или поклеили. Ну, то есть какая-то базовая работа, типа, там, поклеить обои, покрасить что-то, какие-то, вот, в общем, базовые вещи. Ну, и ты, как бы, понимаешь, что сделали прям совсем плохо. Ты смотришь на эту фотографию, которую тебе присылают, ты понимаешь, что это вопрос. Даже если перфекционизм отбросит, сделано прям совсем фигово. И, значит, вопрос, что сделать, чтобы это прикрыть? И там начинаются такие истории, типа, сейчас мы сделаем панели, на панелях мы сделаем, я не знаю, фрезеровку, к ним ещё что-нибудь там приделаем. И там идея, там, в общем-то, с точки зрения эстетики, она дотягиваемая, допустим, ты такая, окей. А, и вопрос, в конце концов, там, какой-нибудь типа из серии, как лучше сделать по пропорциям туда-сюда и прочее-прочее. Ты смотришь, идея, в принципе, воплотимая. Всякие пропорции этих каких-нибудь панелей и прочее можно сделать круто-здорово. Но начинаешь спрашивать, слушайте, а вы уверены, что чуваки, которые не смогли базовые вещи, типа, там, поклеить обои, покрасить стены, хотя бы хоть как-то нормально, не смогли это сделать, сделали отвратительно-ужасно? Вы уверены, что они смогут вот эти вот панели все сделать, идеально подогнать, я не знаю, там, проинкрустировать золотом, вклеить туда бриллиантики? Мы-то с вами придумаем сейчас, как эти бриллиантики сделать там красиво. Но, как бы, скорее всего, выглядит это всё будет ещё более хреново. И при том, что вот эта вот доделка, она по бюджету-то как бы с этими бриллиантиками, там, мама, не горюй. Я говорю, так, может, лучше просто эти деньги вложить в то, чтобы нанять нормальных ребят, чтобы они вот эти изначальную вашу идею, типа, поклеить обои, покрасить, сделали нормально? Нет? Не вариант? Но нет. Почему-то мы стараемся какой-то высокотехнологичной идеей, которая будет по задумке воплощена кривыми руками, исправить то, что изначально было простое и сделано очень криво, очень кривыми руками. Скорее всего, высокотехнологичной. Ну, кстати, базовую вещь, есть руки как бы между очень кривыми руками и очень хорошими руками, есть руки средненькие. Так вот, средненькие руки, они могут сделать вполне себе нормальную какую-то базовую вещь, но вот такую технологичную не могут. И вот мы смотрим, ну то есть не бывает чудес, что человек сделал криво-базовые вещи, сделал идеально высокотехнологичные. Не делайте, блин, так. Я просто вам сейчас выскажусь, да, раз и навсегда, а потом мне станет легко, свободно, и я буду меньше обращать внимания на вот эти все вещи, потому что они, блин, дико отвлекают. Я хочу всем помочь, ты говоришь, 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 говоришь. Я надеюсь, что этого ролика будет много просмотров, вот, все это все поймут, я донесу какие-то мысли, потому что когда я спокойно говорю, всем привет, я Ксюша, здравствуйте, давайте я вам расскажу о том, что вот там, вот у нас есть там гай, где мы рассказываем, как можно сделать какие-то вещи простые, где минимум человеческого фактора, или говорю, вот эту штуку можно сделать, но она очень сложная, вам нужны там какие-то супер нам ребята, специалисты и так далее, которые меньше, ну и которые, понятно, за эту работу возьмут денег больше, чем за какую-то более простую. Потому что вот еще есть такая история, ребята-строители, различные мастера, они, понятно, в своих соцсетях тоже показывают какие-то супер упорные штуки, которые они могут сделать, показывают, как они, в принципе, могут что-то сделать. Смотрите, мы можем вот так, вот это мы сделаем с плиткой, вот это мы сделаем с обоями, ты смотришь, залипаешь и прочее, прочее. Они это показывают не потому, что, типа, все, только так нужно делать, все остальное, жизнь, боль, дно. Они, естественно, хотят похвастаться своими умениями, как они могут делать, но поверьте, эти же самые ребята, если их попросишь сделать, вы можете сделать просто хорошо. Без вот этих вот перфекционистских извращений они скажут, окей. И у меня тоже на объекте в Москве работало очень много ребят, в том числе вот с своими большими крупными блогами и прочее, прочее. Поверьте, мы далеко не всегда там вот перфекционистки извращались. Например, у нас там плитка уложена, да, у нас там есть эти плиточные полочки, все это запилено, но в одном месте у нас сделан просто торцевой профиль, покрашенный в цвет плитки. Да, мы не стали там слишком извращаться. Окей, они все это прекрасно сделали. У нас там есть два помещения, где плитка, где-то мы примыкали идеально, а где-то мы понимали, что у нас есть, будет плинтус, и мы там немножко, ну скажем, подзабили на идеальность. И понятно, это разная цена работ, там, где мы перфекционисты, там, где мы там выкорячиваем какие-то штучки, каждое выкорячивание стоит каких-то денег. Все понятно. Да, если я говорю, слушайте, выкорячиваться тут не надо, мы сделаем просто хорошо, нормально, аккуратно, если что тут с профилем, они говорят, окей, они все это сделают вместе с профилем аккуратно, здорово, да, но он будет профилем. Это тоже все можно сделать. А у нас же начинается, что типа нет, теперь только так или не иначе. И начинает еще главное эти все выкорячивания, чтобы сэкономить, делать опять же кривыми руками. Нафига? То есть лучше сделать более какую-то простую базовую вещь, но нормальными руками, чем вот этими всеми, а потом главное еще падать в обморок. То есть если у нас есть градация кривизны рук и градация сложности работ, очень ровные руки, более простые работы могут сделать, прекрасно, и сделают, как правило, возьмут за это меньше денег, потому что это проще, быстрее. Но кривые руки, вот эти более сложные работы, они ровно сделать не могут, никак. Так, казалось бы, все логично, но почему постоянно мы с этим сталкиваемся, с этим непониманием вот этого устройства мира? Да, я могу вам еще рассказать, куда делся Рус, куда делась Оля, почему мужик с часами не хочет появляться в кадре, но я расскажу вам об этом, если будет достаточное количество бомболейных комментариев там. Я продолжу эту рубрику, Ксюшу это бесит, и следующий выпуск будет называться что-нибудь типа, что бесит блогера. Почему блогера бесит, когда лезут его в личную жизнь? Нет, это слишком просто. Короче, что-нибудь расскажу, потому что, блин, казалось бы, вещи-ответы очевидные, этот как спойлер. Почему ребенок-подросток имеет право не развлекать аудиторию мамы? Странно, да, про мужика с часами вообще будет гениально, хотя там строят, я знаю, по всяким форумам строят такие вообще безумные догадки. Ладно, я не буду рассказывать, давайте, интересно, комментируйте там и прочее. Увидимся в следующих выпусках нормальных, где я чуть-чуть умное скажу, спокойное. Вот, пока-пока.